Доброго времени суток, друзья! Данный ролик монтирую в знак благодарности художественной школе артфабрика из Москвы. Занятия у них расшевелили тягу к прекрасному. Немножко предыстории. Приехал в Терме с 10 октября поздним вечером. Я проходил мимо археологического музея, что-то меня потянуло туда зайти. Ощущением было, словно в музее стоит какой-то мощный магнит. Сделал фотографию самого музея, подошел к ступенькам, немножко постоял, посмотрел. Света в музее нет, подумал, что он закрыт на ночь. Скорее всего, посмотрел в расписании, открыл приложение на смартфоне. Да, все верно, музей работает только днем. Ушел дальше искать хостел. В итоге решил, что обязательно на следующий день я приду и осмотрю музей. На следующий день, придя в музей, по привычке уточнил на кассе о запретах, платная фото-видеосъемка или бесплатная. Сказали, что платная стоит 50 тысяч сумм для иностранцев. Поскольку на тот момент у меня с финансами было не густо, решил, что ограничусь обычным посещением без фотосъемки. Но тут случилось удивительное. После прохода на территорию музея, уже непосредственно к экспозициям, расположенным с левой стороны, я натыкаюсь на выставленные три картины. Первая и вторая меня зацепили очень-очень сильно. Долго у них стояло, рассматривал, переключился на третью, там четвертая рядышком висела. В итоге вернулся в кассу и попросил, чтобы продали разрешение на фотосъемку. Отдал на тот момент последние деньги, но решил, что сделаю фото на память картин. В тот же момент пришло ощущение, что нужно обязательно встретиться с художниками, уточнить, что его сподвигло на сотворение данных картин. Во время осмотра экспозиции музея я разговаривал с сотрудниками, они познакомились с директором. Я очень интересовался, кто же художник картин, как бы поговорить с ним, как встретиться. И почему-то меня вот сильно-сильно заинтересовало, что же его сподвигло нарисовать эти картины. В процессе родилась также мысль провести онлайн-экскурсию для учеников одной из школ в Белоруссии, где работает директор мой троюродный брат. По итогу директор музея любезно выделил экскурсовода. Экскурсия состоялась на следующий день, все прошло замечательно. По итогу экскурсии я смонтировал видео, которое выложил к себе на канал на YouTube. И самое здоровское, по итогу экскурсии приехал художник с своей женой. Удалось расспросить его о сотворении каждой картины. И случилось чудо, тот самый мощный энергомомент, о котором говорят художники и те, кто восторгается картинами. Это когда ты снимаешь и задаешь вопросы художнику, стоящему рядом с своими картинами и рассказывающему, как же он их сотворил. Сейчас. Интересно, расскажите, пожалуйста, как вы рисовали картины, что у вас не этого? Ну, я вот эту картину нарисовал, что там этого стиховарения Абдулорипфа. У нас такой писатель Кашкадаре. Он родился в Кашкадаре. Я тоже из Кашкадаре. Вот это произведение там, там, путь к краю называется, вот эта картина. И два, здесь, показано здесь, что два друга, и у них этот, сова, как там будет, ну, каждый человек для рая это делает. Как называется вот это? Очистка души. А? Очистка души или что? Да, очистка души, такое же, да. И не хватает им, и они не смогли, два друга там, не смогли заходить там в раю. Упаси в раю. Потом они друг друга это делают, что от меня ты возьми вот этого, который я собрал, такие, этот. И друг говорит, этот, нет, ты возьми. Они так друг с другом это общались там, и потом, ну, не получилось как-то там друг с другом. Ну, ну, как там. И сверху там этот идет, голос такой, и вам, что у вас такой дружба, и вы оба можете зайти туда, к краю. Вот говорится так, голос. Это уже в конце стиха. Да, в конце стиха такой. Ну, такой вот. На этом рисована эта картина. А вот эта картина называется, ну, знание, так, знание как? Наследство, наследство знания, вот такое же, переводится, наверное, так. Ну, как будто вот это деревья обозначает, что духы там, это, у этого, ну, у нас есть Аль-Бируни, Аль-Хоразми, такие люди, есть там, что ученые были раньше. Вот, и их духи, да, вот это, открывали такую дверь, и они это открыто оставили. И их книга, знание будете читать по одному книгу. Ну, у вас получается много знания. Это яблоко, знание. Почему яблоко проставил я там? Потому что там яблоко, как знание, тоже как сладкий этот вкус. У них-то бывает такое? Ну, вот это, как будто сладкий этот вещь кушает, знание научится. Вот поэтому я яблоко нарисовал. Я думаю... На самом фоне золотая картина, что изобразили? Там, а? Здесь. А, там, город, да, старый город у нас. Там Бухарад, там все вот это. А у нас, вот, Алламы, все жили тогда. Бирунии, все. Поэтому я историю, там, задний план поставил, что из истории вот это знание пришли. То есть интересно получилось, что не знающие прошлого и неведа, это будущее, в нормальном смысле. Да, каждый, каждый, каждый Аллама свой берег есть, да, у них, у них свою учебу, занимаешься по отдельному. Я хотел там много там поставить таких деревьев, что у нас много таких людей были. Раньше жили такие, там не двое, а там Бирунии и Бинсти, но Алхаразамии, Альбирунии, там все-все там. Я хотел поставить много там, но здесь не переместилось, поэтому я двое, только двое поставил. А формулы? А формулы, ну, чтобы композицию, композицию хорошеть. Поэтому я поставил, что знание все это такое. Я еще хочу, еще поставить здесь какие-то формулы, там, я ищу подходящие для этой картины. А вот эта картина, когда у вас библиотека внутри дома, не открывали, не посмотрели книгу, тот человек будет, как горы, спящие горы, вот такое же бывает, как ночь, когда открывает эту книгу и одну книгу читает, тогда уже летать начинает. Диаблоко знания. Да, знания, да. И вот эта виси, ну, сколько там книг, если не открыто, это все равно легкой. Если одна книга тоже открыта, это уже все, там тяжело, знания уже получаются. Здорово, ты всегда прочитанная книга, переезжаешь, множество нет. Да, 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 поэтому я это поставил. Здесь ночь, здесь этот день. Ну, это вершина, это вершина. Когда знания есть у человека, тогда уже к вершине поднимается потихоньку. Как облака летает человек. Ну, так, если у кого знания много, там летаешь же. Вот, это так. Следующая картина. Это натюрморт. Написал для себя. Просто, да. Я вас по всем картинам. Ну, это абстракция. Ну, это абстракция, такой мне, тогда был день такой тяжелый. Тогда уже нарисовал эту картину. Ну, там строп написал, там название картины. Я ее как переводить не смогу, там, на русском, как будет, не знаю строп. Так, мучение человека здесь. Когда вы, свою мечту, люди бывают, так, мечтают что-то. Да? И эта мечта куда-то уходит, куда-то уходит из-за этого, ну, мостик такой, куда-то уходит. И вот это начинает человек, как развязанный там все руками, там, и не смогут к своей мечте подойти. Просто мне это напомнило русские сказки «Калинов мост». Там тоже огонь внизу. Ну, да. Ну, да. Просто здесь нарисована девушка глазу, внутри глаза. Ну, это не девушка. Это как что-то мечта. Ну, красиво бывает же. Женщин красиво. Эта мечта тоже красива. Вверху волковое... Да, это одиночество. Одиночество. Волки всегда одинаковые же. Они одиноко ходят, там, вот это одинаковое. Они еще и обморубы, когда встречают волчицу, вы живете. Ага. Вот одиночество, поэтому я волка поставил, а это абстракция. Красиво. Следующее. У меня картины все, сурреализмом много сейчас занимаюсь, сурреализмом. Здесь натюрморт, это мой дипломный работа, когда я бакалавром был. Тогда дипломный работа написал, здесь этюд этот. Я месяц написал вот этот этюд. Я каждый после занятия института схожу, там, это такой Ташкент есть, такой салар-мост. И там схожу, там поставил свой холст, вот это как. И это буду писать каждый день. Месяц писал. Ну, по одному точечку поставил в это. Ну, это здесь девушка, утро называется. Каждое утро человек бодрый вставает, вот это хотел поставить. Здесь все вот это тяжелоество уходит туда, облака, все же этот. И солнце поднимается, и человек бодро вставает, и у него рука, новые мысли, новые мечты. Да, это я показал цветочком. И заходят, да, заходят окна, там все оживеют, там все. Вот это цветочки, да. Солоски, которые по углам окрают. Да, это этюд, это когда у меня ученики там были, люди там сходили, я этюд писал этого. Ну, конечно, это. Портреты? Да, это портреты моей жизни. Красиво, красиво. Да, это карандашом написано там, акварельные карандаши такие. Ну, это не надо. Почему? Просто вот это, рядом мой там дом был, карше, это когда снег был, тогда сходил и нарисовал этот снег. Это карше, это тоже, там этот сад такой у нас есть. Это учительница Лола играет в скрипку. Мы с ним вместе работали, тогда я хотел его портрет писать и сказал, что хочу я вас нарисовать. Ну, она согласилась и нарисовал вот этот. Красиво. Это мой дедушка Турдобобу. У нас здорово получается, прямо с душой. Да. Я портреты там смотря на этого дедушку, нарисовал. Прямо. Прямо. Вот так. Вот так. Здесь... Одина мосчета, там корши такой мосчета есть. Чуть-чуть криво оказывается. Ну, это я на этюде когда сходил и вот это рисовал. Это этюд. Мосчет. Здесь нарисовано, когда два друга общаются, какой-то, ну, проблемы решают. Решение называется эта картина. Ну, картина, там, сзади окна, обычный там день, там, обычный этот, оно внутри, комната, там уже идет друг к другу общение. Поэтому, да, да, космос. Космос обозначает знание уже, такой же. Ему для меня так обозначают, потому что каждый этого, материка свой, этот есть. Ну, как-то... Ну, говорить, да, что-нибудь. Вот. Вот на этом рисовал. Следующие? Здесь этюды мои все. Здесь тоже? Да, да, это этюды, сады, это все. Здесь тоже этюды. Постельно рисована, там, гуаши рисованы, там, сверху, там. Просто, да, да, рамка не смог там из корчей принести, поэтому я так оставил это. Он неживый. Он очень неживый. Здесь моя ученица, она стояла, как, возле окна, и она рисовала, когда время было так. Это этюды, да. Ты, у нас натюрморт. Угу, натюрморт. Как гуаши это? Это мое слово. Ну, это тоже. Вот это ученица моя. Сейчас она в Санкт-Петербурге там учится. Архитектурной, наверное. Она тоже в Казани учится. Это ученица моя. Жена. Да. Жену уже показали память. Да, да. Очень красиво и здорово. Это такая песня была, ну, свеча, свечи. Этого. ОТОВЕК МАМАЗАИТВА такой песня есть. Я эту песню слышал и эту картину нарисовал, свеча. Угу. Мы тоже вместе работали. Фируза, она играла пианино, но хотел нарисовать и спросил, согласился. Это свое садо. На улице поставили там. Красиво. Такая открытка получилась. Ага. Я помню в Советском Союзе были. Так же живо, так же ярко. Жалко, камеру телефону не передали. Интез. 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 Здесь картины, три картины. Вот это три. Эта картина как трептих написана. Трептих. Это обозначает по названию мать. Все одно название там мать. Ну, название по отдельно там есть у них свой. Это как трептих написал я. То есть первый, второй. Это первый. Вот это второй. Это второй. Да. А это третий. Да. А вот здесь мать. Как я святок показывал. Мать беременнее. Женщина. Наверное, это вы вам объясняли. И как свой дитят он берегает у камень нижний. И от Бога спрашивает вот так. Чтобы мой мальчик там родился хорошо, был хорошим человеком. И это спрашивает. Солнце оттуда падает. И вот эта граната обозначает нам семья. Помните ли там? Семья. И почему они там открыты? Потому что рода там этого. Ребята из Казахстана очень понравился. Вот это? Сегодня. Да. Я это объяснять буду сейчас. Это первый. И второй вот это. Здесь рождается человек. Да, жизнь. Да. Жизнь. Там Бог дал мать. Жизнь. И рождается. Вот как я святок поставил. Чтобы не так скрыть вот это все. И вот эта гора, как у него нога. Нога открыта. И рождается мальчик. И вот эта вода как течет. Живительное влага. Да. Живительное влага. Да. Когда человек рождается. И Бог ему дает такое этого. Свой. Ну. И. Приходишь. Все вот это оживает здесь. Человек рождается. И у него путь оживает там. А темное обладание? Мучение мати. Мучение мати. Мучение мати. И вот это тоже. Мучение мати. Оставили. А здесь третье же. Здесь рождался мальчик. Там. Бищик. Вот это. Внутри мальчика лежит. Там. Который рождался. И мать. Который смотрел. Всегда. Смотрел. И устал. И там. Спит. Уснул там. Рядом мальчиком там. Это показано. А вот это мать. У него ребенок. Вот это. Смотрит. Не к матре. А к будешь. И смотрит. Ну. Да. Колесо. Тяжело. Все. Вот это. Мать. Тяжелое. Вот это все. Вот это обозначает. Колесо. Мечта. Вот это. Тумор называется у нас. Вот. Все. Мечта матери. Как будто. Мечтает матери. И берегет ребенка. Да. А вот так. Чтобы я розу написал. Потому что у него этот есть. Все. Ну. Как говорится там. Вот это. На русском как будто. Это. И вот. Да. Щепы. Да. Щепы. Берегает. Свой ребенка. Вот это. Щепы. Да. Угу. Ну. Вот так. Такая картина эта. Третьих. Это. Итюд. Это тоже. Натюрморт. Все. Я бы не догадался, что это символика мамы. Да. Вот нога у него. Колени вот это. Нога. И вот здесь рука. Вот так лежит. Так лежит. И спит. Устала она. Ребенка посмотрела. И к своем постели не добралась. И сюда спит. Да. Интересно еще как картины размещения. С одной стороны по смерти, с другой стороны по жизни. Да. А левая и правая. Надо показать. Да. И мамы в виде розы. В виде розы, да. А Лариса, благодарю за время, благодарю за пояснение. Хорошо.